Таких массовых расстрелов, как Америка, не происходит нигде в мире. Почему? Почему мы готовы жить с этой бойней? Почему мы продолжаем позволять это делать? Пришло время для тех, кто препятствует, задерживает или блокирует законы об оружии. Увальди, штат Техас. Во вторник в сельской начальной школе Техаса вооруженный человек убил по меньшей мере 19 детей и двоих взрослых, сообщил представитель полиции штата, что стало самой смертоносной стрельбой в американской школе со времен бойни в начальной школе Сэнди Хук 10 лет назад. Убийства произошли незадолго до полудня в начальной школе Роба, где ученики 2-4 классов в Увальде, небольшом городке к западу от Сан-Антонио, готовились к летним каникулам на этой неделе. Среди убитых взрослых был как минимум один учитель, еще несколько детей получили ранения. По словам официальных лиц, стрелок, которого власти идентифицировали как 18-летнего юношу, посещавшего соседнюю среднюю школу, был вооружен несколькими видами оружия. По их словам, он также скончался на месте. Он стрелял и убивал ужасно непонятно, сказал губернатор Грег Эбботт на пресс-конференции. По словам Флореса, Рамос был тихим ребенком. По мере того, как Рамос становился старше, сказал Флорес, проблемы дома становились все более острыми и более очевидными для соседей. Одноклассники подозреваемого отмечают, что Рамос неоднократно высказывал угрозы в их адрес и вел себя агрессивно. Он описал, как видел полицию в доме и был свидетелем драк между Рамосом и его матерью. Раньше я был его другом, но о какой дружбе может идти речь после того, как он повел себя со мной и многими другими? В кратком обращении из Белого дома во вторник вечером президент Байден расчувствовался, размышляя о нападении и призывая к действиям, но не выступая за конкретную политику или голосование. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова